Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. Сегодня я хотел бы разрушить один городской миф, городскую легенду о том, что якобы у нас в городе живет канализационный монстр. О том, что есть какое-то туннельное чудище, которое обитает вот в этом туннеле, вот в этой канализации. Протяженность этого туннеля, я не знаю какая, но сегодня мы с операцией... Никто не знает, потому что никто туда не ходит, потому что боятся этого монстра. Да-да-да, есть легенда, что все кто туда залазил, никто туда не выбирался. Но сегодня у нас есть камера и все оборудование для выживания. Мы сегодня с оператором туда отправимся и пройдем этот туннель насквозь. Ну, если что-то пойдет не так, конечно же, из него выйдем. Но, в любом случае, мы докажем, что никакого монстра там туннельного нет. Видишь водянистое основание? Это признаки того, что... Что там? Что-то есть? Нет. Что, можно провалиться? Здесь лед не очень замерзший, он тонкий, из него просачивается вода. Во-первых, можно выживать в таких случаях, когда очень холодно. Можно залезть в какие-то подобные отверстия, чтобы отогреться. А во-вторых, если мы видим вот такие вот водные разводы на снегу, лучше всей маской не вставать. Нужно ползти. Соответственно, в этом туннеле-то мы не сможем весь рост вставать. Так что, придется в любом случае ползти. Но, если мы посмотрим, конца туннеля действительно не видно. Но мы его сегодня с помощью фонарей и всего остального пройдем. Эй! Туннельный монстр! Мы идем к тебе! Страшный оператор. Поползли, но хватит бояться всего подряд. Но вы ни в коем случае этого, конечно же, не повторяйте. А так-то реально страшно, оператор. Фиг знает, сколько там еще впереди ползти. Э? Как ты там себя чувствуешь? Пару километров, по-моему, там ползти надо. Да это дурацкие городские легенды. Километры, километры. Самое главное, что никаких монстров-то тут нет. Тора. Давай вернемся лучше, а? Смотри, оператор, видишь, как я скажу, пойду. Видишь, здесь лед. Здесь можно устраивать находки во льдах. Ребята, пишите в комментариях, устрой находки во льдах и в канализации. Если хочешь... В пещере монстра. Да. Пусть пишут, короче, главное, чтобы были находки на льдах вот здесь вот в туннеле или в пещере монстра. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если таких комментариев будет много, мы обязательно проверим, есть здесь какие-то находки или нет. А сейчас нам надо идти дальше. Что-то я застрял. Блин, что? Это что, пещерная монстра? Что трясется-то так? Спаси. Все, давай, короче, сваливаем отсюда. Давай, там завал! Там завал! Нас завалило полностью. Подожди, без паники, без паники. Замолчи, у меня есть фонарь. Фонарь есть. Все в порядке. Черт. Давай обратно ползаем, попробуем выбраться. Давай, давай, давай. Там не выбраться. Давай попробуем. Ну нереально. Капец, как-то завалило. Прям ниоткуда, ни слева, ни справа, ни подкопаться. Повсюду только снег и туннель. Так, хорошо. Подожди, я проверю. Там на улице-то снега. За весь год навыпадывало. Все это завалило. Ну как под лоиной. Связи нет. Конечно нету. Связи нет, связи нет, связи нет. Блин, есть только два варианта. Идти к монстру? Или ждать, пока нас отсюда вызволят. Черт. Напишите в комментариях, как бы вы поступили. Остались бы здесь и отправились туда. Смотрите. Там просто неизведанная тьма. Неизведанная груша. Я не знаю, что там доведение на сколько километров. Страшно. Так, успокойся. Да успокойся, у тебя опять паника. Успокойся. Я тебя сейчас упакую, подожди. Все нормально, подержи. Подержи фонарь. Я же эксперт по выживанию. Поверь мне, поверь мне, мы с тобой выживали и в более суровых условиях. Если вы не видели, то вот целый плейлист по выживанию. Посмотрите. Так, 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 так. Фу, все в грязи, все в этих... Черт. Мне надо подумать. Мне надо подумать. Есть. Есть идея. Как тебя успокоить? Как тебя успокоить? Смотри, что у меня есть. Видал? Смотри. Смотри, смотри. Не смотри на монстров. На меня смотри. Он тебя утащит за ноги. Это молчит, а, оператор. Видал? Это что-то совсем новенькое. Мы такого еще с тобой никогда не видели. Опа. Смотри. Видишь? Паучок. Не бойся. Это не настоящий паук. И вот самое главное. Смотри, что у меня есть. Та-дам. Видал? Это рацион питания. Это ИРП нового типа. И смотрите, сегодня, ребята, когда вышел ролик, это среда. И у нас как раз ИРП на среду. Сейчас я все сделаю, ты не переживай. Видишь, брат? У нас есть первая такая вот штуковина у меня всегда в рюкзаке с собой. Это дополнительный источник тепла. Вот такой большой газовый баллон. Это и тепло, и свет. Что-то только можно посильнее сделать. И с помощью этой штуки, и с помощью всего того, что у меня есть в рюкзаке. А у меня, поверь, в этот раз в рюкзаке много всего. Мы с тобой сможем здесь выжить. Пока нас не хватится. А все-таки у нас ведь есть стажер. У нас ведь есть Вадим Шлак. Они знают, куда мы поехали. И главное правило выживания, ребята, всегда уведомляйте своих родственников, близких, куда именно вы направляетесь. Чтобы в случае чего вас могли спасти, найти и так далее. Как ты меня успокоишься? Успокойся, сейчас. В стрессовой ситуации нужно съесть что-нибудь вкусное. И в нашем ИРП много чего вкусного. Сейчас мы все разложим. Все-таки это новый ИРП. Вот, держи. Держи, мед. В этом ИРП лежит мед. Вы нас не съели. Никто нас не съест. На, ешь мед. Тебя это успокоит. Дальше у нас здесь есть вот это вот. О, гречка с мясом и овощами. Смотри, видал когда-нибудь такой пакетик? Нет? Вот. Почему в пакете или в консерве? Это такой ИРП, чтобы максимально было легко, комфортно и удобно. Неудобно? Поставить же надо сюда. Это для профи, для профессионалов. Видишь? Смотри, какой здесь есть кофе. Смотришь. Вот, капучино. Капучино? И самое главное, что в этом капучино в комплекте еще идет какая-то штука. Шоколадная присыпка. Ладно, давай начинать готовить. О, видал? Хань, видел? Гречку доширак. А вот в ИРП не такое встречается. О. И заливаем водой. В этот раз у меня все с собой подготовлено, оператор. Я стал очень серьезно подходить к вещам. Тем более, что я понимаю, что нам приходится выживать в очень суровых условиях. Так, хорошо. Чуть побольше, наверное. 200 миллилитров, я не знаю, сколько это. Как думаешь? Ну и ставим, чтобы довести до кипения. Еще. Пахнет. Вкусно. Ну вот только и ставим. Всегда с собой нужно иметь столовый прибор, это обязательно. Ну и вот я придумал такой лайфхак. Конечно, что-то как-то я простоволосился, не продумав этот момент. Ну, значит, другую посуду потом куплю. А то эта посуда у меня уже очень долго, она меня много раз выручала. Сейчас, короче, доводим до кипения и можно будет есть. Ты что пролил-то, блин, а? Многовато я налил, все-таки, я думаю. Ай, горячка очень горячая. Сейчас снова будет, смотри. Дополнительная такая опция, значит. Все, пусть она наваривается, стоит, она уже очень горячая и здесь действительно мясо. Мы пока посмотрим, что еще есть в этом ИРП, салфетки. Можно подложить под пятую точку, чтобы это... И вот самое главное. О, здесь даже спички есть. Только зачем? Ну, наверное, чтобы разводить огонь, если у тебя нет пьезопламени. Салфетку вот в таких условиях, давай антисанитарийных, обязательно нужно мыть руки перед едой, потому что это просто жить. Ну и, естественно, здесь у нас есть уже горячая вода в термосе. Ну что, я понимал, что мы все-таки работать будем в тяжелых условиях. И у нас здесь есть... Зачем я сюда набил? Может, сюда в термосе же тоже есть емкость для этой... для жидкости. Я хочу найти этот капучино, попробовать. Вот он, вот такого капучино. Очень большая порция. Хотя, нет, ну такую все-таки многовато будет, да, оператор? Насыплю сюда. Или как думаешь? Куда насыпать? Кто хочешь? Ладно, я же эксперт, действительно. Эксперт без ножа, если что. Вот, хотя любое правило выживания, с собой всегда нужен либо нож, хотя бы нож, либо мультитул. Но зато я завел привычку, потому что я всегда нож забываю. Я вот не очень люблю эту вот историю, когда люди с собой носят ножи куда-то, да. Ну, типа, сразу же возникает вопрос, а зачем они это делают, для чего, да. И меня это пугает. Поэтому я с собой нож никогда никуда не ношу, чтобы никого не пугать. Но в то же время это хорошая привычка, если речь идет о выживании. Поэтому я поступил очень хитро. У нас нож всегда лежит в сумке, где находится камера у оператора. Эх, лайфхак. Почему ты выложил наши сумки? Это стажер у меня забрал стопудово. Нафига ты его выклыл? Я вообще не трогаю его ни в коем случае. Мы остались в таких суровых условиях без ножа. На, короче, пей свой кофе. Держи. Поставь. На, вот. Так мы и в брюлоге были без ножа с медведем там. Вот, смотри, да, вот в этом видеоролике был момент, когда мы остались без ножа и делали с рыбой там. Вон, видал, смотри, смотри капучино, как делали. Видал? Так готовил, да, его? Откуда я? Да. Я же бариста. Ну, на, короче, тебе кофе, а мне гречку. Будем дегустировать, пробовать. Гречка вроде уже настоялась, все нормально. Хотя где здесь мясо, я не понял. Написано, что с мясом. Я больше чай люблю. А ты что любишь больше? Я люблю больше кофе. А вы напишите в комментариях, что вы любите больше, кофе или чай. В ИРП есть все для всех. Давай дегустируем уже, наконец, эту кашу гречневую. Давай. Блин, смотри, как она охладилась у меня, черт возьми. Все. Так вот. Вкусно. Даже специи какие-то есть. Немножко разваристая, потому что я много воды добавил, но... Можно... Можно добавить сюда соли. Интересно, есть ли соль. Кстати говоря, в этом ИРП также есть еще два блюда. Ну, как обычно, в ИРП у нас завтрак, обед, ужин. На завтрак здесь каша рис... Каша рисовая с вишней, медом и сливками. Нифига себе. Во. А на обед суп вермишелевый с овощами и мясом. А я, видимо, ужин решил спрятать в первую очередь. И слушай, здесь какие-то аномалии происходят. Видал, находки во льдах внутри. Как бы нам самим не стать находками во льдах. Дальше продолжаем распаковку этого ИРП. Опять же, чай. О, изюм. Слушай, сухофрукты являются идеальным источником питательных веществ, когда речь идет о выживании. Потому что там много витаминов, и они очень питательные. Так что изюм с собой это must-have. Так же здесь еще из истории про сухофрукты есть семечки подсолнуха. И это тоже нормальная тема. На целый день их должно хватить. Ого, это что? Офигеть, арахис. Да, ну ты смотри, какой-то мажорский. Это реально профессиональный ИРП. Офигеть, арахис. Так же здесь есть сладости, как без сладости. Все же любят сладости. Ты любишь сладкое, оператор? Вот, здесь есть две барбаристские. Видимо, тебе и мне. А почему там на английском написано? Нет. Где арахис? Дебил, что ли? А, арахис. Нет. Е-вери-дай. 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 Е-вест-мод. Е-ври-дай. Е-вест-мод. Твое отличное настроение на каждый день, переводится это. Офигеть, здесь сладости. О, офицерский батончик. А он здесь что забыл? Обычно он валяется в обычных ИРП. Так. О, смотри. Фруктовая палочка. Ну, короче, здесь по питательным веществам. Вообще дофига чего. Это реально хорошо. Опять же, у нас инструкция. Повидло из ИРП. И соль. Вот я ее искал. Она мне была нужна. Это самая соль. Потому что я хотел ее добавить к речи. Ну, вот соль смотри. Соль, короче, как сахар, да? Офигеть. Сюда добавляем. И это, что, сколько мы здесь уже часов-то торчим, оператор? Не знаю. Много. Пока нас никто не ищет, как думаешь? Или уже начали искать? Мы должны были вернуться полчаса назад. Не будут искать? Они подумают, о, выходной. И все. Хорошо, тогда я доем. И надо думать, как выбираться. Давай туда поползем. к концу туннеля. Может, там не так завалено? Вариантов больше нет. Давай еще пару часов. Давай еще пару часов посидим и пойдем. Пока у нас готовится ИРП, очередная порция. Расскажу-ка я историю. Как-то раз мой знакомый, выживальщик, у него тоже был партнер. Вот как мы с тобой вдвоем, они отправились в шахту. И, короче, один другому говорит, давай возьмем с собой ИРП. Рацион питания возьмем с собой. Тот говорит, ну, блин, нафиг он нужен. Ну, ладно, все-таки решили, что все-таки ИРП нужен. Пошли в магазин, купили ИРП. Долго-долго выпирали. Почему? Потому что один говорит, давай возьмем с горохом. А другой говорит, давай без гороха. Серьезно, нафиг нужен этот горох в ИРП. От ИРП и так там проблемы с желудком. От гороха так вообще... Сами понимаете, что от гороха происходит, да? В итоге этот парень настырный был и говорит, давай берем гороховый ИРП. Там в каждом блюде был горох. Вот. И, короче, идут, идут. Они все-таки взяли гороховый ИРП, заходят в шахту. А шахта старая, ветхая. Туда ходить было нельзя. Его все отговаривали. А вот он взял этого неладного партнера с собой. И взял с собой гороховый ИРП. Короче, прошли. Они там два-три часа идут, съели первую порцию. Два-три часа идут, съели вторую порцию. И, короче, доходят уже почти до конца шахты. И доедают третью порцию. А шахта там вообще какая ветка. Там и вода же, и скалы. Все вот это вот история. Оно очень ветхое там. И, короче, там даже висела табличка, типа, не издавайте громких звуков во избежание обвала шахты. И, короче, они идут тут очень тихо. Вот так вот. Вообще, не издает ни звука, ни шороха, чтобы не обвалилась шахта. И вот его партнер, который просил купить ИРП, идет так, идет. Вот там такое же эхо, как здесь было. Тут ему говорит, ты что? Не надо, не надо. И сам, короче, этот же главный выживальщик. Вот так вот, на всю шахту. Эхо так, понимаешь, он это, в одном месте сделал, а потом так на всю шахту. И, короче, шахта затряслась. А у них поджилки-то задрожали. И у обоих началось там. От страха, короче. И, короче, шахта уже все. По швам-то вся эта вещь. От того, что они же, считай, сделали. И эхо так. Там такая вибрация началась. Вот, и, короче, обвалилась шахта. Они бежали, бежали, бежали. Но обвалилась шахта, их завалило. Узнали, естественно, об обывали, потому что громко очень было. И спасатели вышли, МЧСники, искали, искали, их целый день искали. А потом один спасатель, уже хотели закрывать спасательную операцию, но один спасатель говорит, что так воняет? Что так воняет? Разгребают. А там эти двое с гороховым и РП. И так их спасли. Они выжили-то ели? Да, они выжили. Смотри, давай спать, я устал вообще. Вась, в дуннеле? Ты ешь больше, видишь? Я постоянно ем, я постоянно жую, мне не хочется спать. Потому что ко мне постоянно поступает энергия и тепло. Энергии на переваривание не надо тебе, что ли, а? Ну, я, видимо, нет. Не, всегда днем поем, спать хочется. Я потом сплю по три часа днем. Короче, никакой спать. Я думаю, надо сворачивать лагерь, потому что мы здесь уже находимся очень много времени, и ничего не меняется. И давай попробуем доползти до конца туннеля. Там монстр. Нет там никакого монстра. Он ждет, сидит. Сейчас мы это и узнаем. Потому что здесь мы с тобой подохнем от голода. Второй монстр взял и завалил эту шахту. Шахту. У тебя уже крышак поехал. Это туннель, а не шахту. Давай, сворачиваем лагерь и пошли отсюда. Здесь мы точно с тобой помрем. Ну что, лагерь собран. Давай, поползли вперед. Будь осторожен, потому что проблемой таких мест может являться их ветхость. И проблема в том, что здесь уровень воды может постепенно повышаться, что говорит о том, что этот туннель будет для нас сужаться. А те, кто боятся клаустрофобии, напишите в комментариях, вы боитесь замкнутых пространств или нет? Потому что мне вот так вот, чем дальше я иду, тем уровень воды выше, и тем эта штука уже. мне реально становится не по себе. Немножко прям страхово. Еще не хватало, чтобы здесь какая-нибудь крыса выбежала, или какой-нибудь монстр в натуре. Че ты там встал? Пошли давай. Надежда умирает последней, и я очень надеюсь на то, что там нас ждет какой-нибудь выход. Хотя вот так вот нам ползти пару километров, насколько я знаю, черт возьми. Черт. Блин, реально страшно. Рюкзак. Черт. Оператор, я провалился. Осторожно, можно... Здесь тонкий лед. Черт. Осторожно, оператор. Будь очень осторожен. Смотри под руки, под ноги. Повсюду смотри. Давай, сначала рюкзак, чтобы он был как проверка. А потом сам свое тело. Вперед. Давай, обратно. Осторожно. Ползи. Туннель сужается. Ты не переживай. Клоустрофобия, это дело нормально. Чтобы отвлечься от паники, я могу тебе опять и кум историю рассказать. Вот, видишь, смотри. Это дренажная система. Она более свежая, нежели вот эта, потому что здесь уже каменистая такая поверхность. И черт возьми, вот здесь вот столько расстояния, а здесь уже вот столько. Реально ранится огромное. И это из-за этой воды, которая надегла сюда. Черт, а. Так вот. История. В будущем я, Вия, и вся моя команда Вия Индексис сели на космолет и улетели на другую планету. Нашли инопланетян. Выходят из космолета, пальцем тычут. Офигеть, смотрите, инопланетяне. А те в ответ, вы что, офигели? Это наша планета, это вы инопланетяне. Черт, а. Как он будет? Что? Ничего, ничего. Очень долгий туннель. Очень бедный. Сколько мы уже ползем? Мы, наверное, час уже ползем. Черт возьми. Я устал. Так, ладно, давай, я согласен, надо делать привал. Потому что, потому что дальше я не знаю, сколько еще ползти. Я не знаю, есть ли там спасение или нет. Но самое главное, знаешь, что ты все еще веришь, что его монстры. Скажи мне, пожалуйста. Да. Так он специально, мы сейчас устанем, и он нас съест легко. Мы проползли километр уже, наверное, если не больше, в этой дренажной, блин, системе, чтобы отсюда выбраться. Охотники всегда терпеливы. А, да, да, да. Главное терпение, главное ждать. Так, ну давай это, передохнем, разобьем здесь лагерь и будем двигаться дальше. Думаю, в таких, ну, то есть, если помните, там мы могли сесть, стоять, здесь сесть невозможно. Здесь мы будем обедать лежа с тобой, дружище. Не, можно, в принципе, приготовить, только я, если честно, не хочу на это много времени тратить. Поэтому, как я и говорил, самое главное, это нутриенты, нутриенты, нутриенты. Мед так и не сел, оператор. Что ты за человек такой? А, наверное, сейчас об этом уже жалеешь. Не правда ли? Держи, фруктовый батончик тебе. Давай, туда. А я бы предпочел арахис. Я его тоже оставил на потом, потому что арахис, арахисом очень легко наесться. И это, и легко его съесть, его не надо готовить. Вот, берем, значит, вот эту поверхность, которую я использовал из-под гречи. Высыпаем сюда арахис, чтобы все было продезинфицировано. и слышал что-нибудь про соленую карамель. А вот, арахис же соленый, а мед сладкий. Так что это, по сути дела, я сделал соленую карамель. Ништяк. Ну, по крайней мере, настроение мне это дико поднимает, потому что ползти полкилометра в этой системе было очень трудно и сложно. Но, черт возьми, солено-сладкий арахис, да это лакшери-блюдо. Шутки шутками. Реально, в подобных критических ситуациях, в критических ситуациях вроде этой, когда вы где-то застряли, когда вы находитесь в заданном пространстве, пещера, комната, подвал, что угодно, туннель, канализация, самое главное это сохранять рассудок. А реально, путь для сохранения рассудка это хорошее настроение. Нельзя себя угнетать. Надо реально думать о своем хорошем, общаться со своим напарником, если он у вас есть. Но, кстати говоря, про этот момент тоже никогда не говорю. Если вы отправляетесь в какую-то экспедицию, у вас должен быть хотя бы один напарник. Хотя бы один. Никогда не отправляйтесь в соло-экспедиции, то есть в одиночку, потому что это, может быть, для вас очень и очень опасно. А так видите, оператор всегда со мной и у меня всегда хорошее настроение. Чтоб ты без меня делал. Нет, ты только подумай. Арахис с медом. Что с меня без него делал? Я бы просто сюда не пошел. А, с медом, это, блин, это самое вкусное, что это одно. Никто бы сюда не пошел на мое место. Все. Ммм, вкуснятина. Все, лагерь собрали. Дальше двигаться нужно. Будь осторожен, реально, не пугайся тому, что это постоянно сужается. Я говорю об этом, потому что это происходит незаметно. В один момент тебе просто уже может начать с этот камень дышать в лицо, и это, к сожалению, нормально в данном условии. Да я-то худой, это ты не пролезешь там, застанешь. Закрой свой рот, умник. А я-то вылезу. И вижу по злорадству. Да, я говорю об этом, потому что мне тяжелее, чем тебе. Меня уже вон подпирает сверху. Капец, там стрёмно. Там уже вообще стрёмно. Там вообще стрёмно, оператор. Блин, короче, ладно, давай рюкзаком будем. Блин, нет, как там меня учили, это на курсах по выживанию. Сейчас вспомню, сейчас вспомню. Да не было ни на каких курсах. Короче, сначала, наверное, себя надо протолкнуть, потом рюкзак. Так что давай рюкзак в конце, там как-нибудь за собой цепляй, там за ногу как-нибудь его. блин. Ну или ладно, 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 я почеру здесь его. Ой, жесть. Жесть. Твою, уже налево, а? Я туда не прорезу, оператор. Вот ты как назло наговорил, да, потому что я толстый, я реально не пролазу, я там не могу развернуться. Давай я за тобой, ты ползи первый. А то не хватило, не хватало, чтобы я еще застрял. Ну ладно. Давай, давай. Только будь осторожен, там реально тебя начнет прижимать сверху. Я это на своей шкуре уже ощутил. Нам бы не фонарь, так как я тебе у тебя дальше не приду. Да? Да, надо фонарь тебе по-любому убрать. Слушай, я вижу, походу там что-то есть впереди. Выход? Ооо. Да там тоже завалено. Нет, ты пойди, поверь. Пойди, поверь. Нет, нет. Ну там никакой сильный завал. Давай, пока проходишь нормально. Идешь, идешь, у тебя сверху еще 100 метров 20 лет. Ну, ну, 5. Возьми, ты скорее, там больше места. Да, вот так вот. не повторяйте никогда. Бабочка. Бабочка? Да. Здравствуйте, бабочка. Так это знак, так она, так это знак. Ох, это мост. Попробуй там пробиться. Осталось немного, метр от силы. Тут завал. Аппарат, не снимай меня. Смотри, я вспомнил, у меня кое-что есть в рюкзаке. Что? Смотри, сейчас, ты что забыл, вот в этом видеоролике, когда мы выживали в проклятой избе. Да. Смотри, я же всегда ношу с собой лопату. Аааа, черт. Ну ладно. Осторожно. Держи, принимай. Давай, кидай сюда. Давай, попробуй прокопаться. Почему ты раньше эту лопату не дал? Я забыл, что она у меня есть. Забыл он. Ты сейчас съел ИРП, потолстел, и все. Молодщина! А как мне выбраться? Не знаю. Могу дать тебе лопату, ты снова проползешь пару километров и раскопаешь там. Фига сгла! Я камеру забыл. Вон она справа. Капец, здесь узко. Здесь очень, очень, очень узко. Нормально, ты толстый просто. Сам ты толстый. Держи. Камера. Ну, это самое. Двигайся, надо рюкзак сначала вытащить. Давай, затаскивай его, потом как-нибудь я попытаюсь их провести. Затаскивай его. Теперь, так, все мне надо сделать. Все, подумал, что лопату уже во второй раз меня спасает. голова пролезет, значит, все пролезет. Черт, я зацепился. Помоги мне, оператор. Я зацепился капюшоном. Отцепи меня. Спасибо. Мы спасены. Да я опять нацепился. Да. Да. Мы спасены. Аператор что, нам не пауки? Нет. Да. Ну, блин, зачем надо было ползти столько и рисковать, блин, если у тебя лопата была все это время, блин. Во-первых, я забыл, что она у меня с собой. А во-вторых, чтобы доказать тебе, что в этой дренажной системе и всем доказать, что в этом канализации никаких монстров нету. Хотя, знаешь, мы встретились с одним монстром там, со своими страхами, но мы их преодолели и смогли отсюда выбраться. Именно поэтому мы снимаем видеоролики каждый день, чтобы вы смотрели на нас и становились мужественнее, ответственнее, ну и изучали много интересного, каким необыкновенным может быть этот мир. В любом случае, с вами был я, Вячеслав Смылов или же Вия. Вы, надеюсь, поставите лайк под этим видеороликом, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова